У меня наступил выходной, а малышня просит испечь пирог, их любимый, пеку. Арсений помогает, взбил яйца, 3 яйца, стакан сахара. У нас есть 700 граммовая баночка варенья, тут без косточек черешня и чайная ложка соды. Угасим варенье. На, Арсений, не мешай. У нас получается вот такая реакция. Растопили пачку маргарина, тут где-то 180 грамм. И выливаем сюда литр кефира, 2,5% жирности. Можно пожирнее кефир брать, меньше не рекомендую. Варенье, кефир и сода вот вступили в такую реакцию и вот они погасятся. А потом мы будем туда добавлять сухие ингредиенты и маргарин. В маргарин добавлю еще грамм 50-70 подсолнечного масла. Сухую смесь подготовили, 3 стакана муки 200 граммовых, 2 столовые ложки какао и 1 чайная ложка разрыхлителя. Все, подготовили. Сухая смесь варенье с кефиром и с содой, масло и маргарин. И яйцо, 3 яйца, взбитые со стаканом сахара. Стакан сахара, потому что у нас варенье не очень сладкое. Теперь все соединяем. Сюда запускаем масло. Сначала жидкие ингредиенты смешиваем. Сюда же запускаем яйцо, взбитое сахаром. Так, размешиваем и потихонечку вводим сухие ингредиенты. Вот толщик вкусненький будет. Потихонечку не получилось. Велоскорда. Все, размешиваем. Из-за того, что у нас жидкое варенье и кефир жидковатый, не очень густой, придется муки добавить еще. Вот будет у нас, ну, наверное, стакан еще добавлю сюда муки. Значит, 4,5 у меня зашло муки. Смотрите по тесту. Я покажу консистенцию теста, какое должно быть. Вот такое густоте, как на густые оладьи, должно получаться тесто. Какао тоже можете добавить, если хотите более шоколадный цвет. Тесто у нас стоит буквально 5 минут, пока духовка разогревается. И будем запускать его в духовку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok